МОЛОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО Особых секретов и разных коммерческих тайн. Здесь нет секретных рецептур, ингредиентов, все по традиционным правилам. Но именно эти традиции, как оказалось, все сложнее сохранять незыблемыми. Здесь привыкли, что молочные продукты должны быть именно из цельного молока и гордятся своими привычками. Например, простой и тоже традиционный состав йогурта, который, правда, сейчас редко можно найти на большинстве упаковок. Обычно ингредиентов гораздо больше. Йогурты у нас имеют короткий срок реализации, 5-7 дней. Но в том-то и ценности его, что делаем мы его только молоко, культуры заквасок и натуральные фрукты. Они нам поступают в виде джемов, джемов протертых и джемов с кусочками фруктов. Казалось бы, если все такое натуральное и полезное, от покупателей и заказчиков отбоя быть не должно. Но на предприятии с обидой говорят, что больше шансов обнаружить молочные продукты из Минусинска на прилавках в крупных супермаркетах в Олан-Удэ или Чите, чем в самом Минусинске или Красноярске. Обидно получается. Проходишь по городу Минусинску в вечернее время, когда основная масса народа идет с работы в 5-6 часов, и молока, и наших продуктов. Редко где увидишь в полном ассортименте. И поэтому хотелось бы, чтобы торговля все-таки повернулась лицом к нашим предприятиям. И чтобы люди не ощущали вот этого дефицита продуктов и не связывали это все с импортозамещением, мы сможем насытить свой край. Во всяком случае, юг Красноярского края до города Красноярска без проблем. В соседние регионы отправляют только молочные продукты длительного хранения. Но свежее молоко из Минусинска долго на прилавках стоять не может. И это, как говорят на молочном заводе, одна из главных проблем с бытопродукцией. Выпускаем мы свою продукцию только из натурального молока. И в этом наше преимущество перед другими поставщиками. Но мы и проигрываем в этом. Имея только натуральные продукты, они имеют очень короткий срок реализации. И поэтому на дальнее расстояние мы не можем увезти свою продукцию. И обеспечиваем в основном юг Красноярского края, Туву и город Красноярск. Наряду с традициями на заводе следуют и инновациям. Например, тоже натуральный молочный, но при этом практически лечебный продукт «Бифилайф». Эксклюзив из Минусинска с пятью видами бактерий, которые содержатся в организме здорового человека. Поклонников минусинской продукции в крае много. Ну, во-первых, качество меня очень устраивает на высоком уровне. Молодцы, держатся. И цена приемлемая. И у нас ребенок маленький тоже очень нравится и очень любит. Поэтому мы даже не рассматриваем других вариантов. Потому что оно свежее, вкусное, без добавок. Мне вообще вся продукция здесь у них нравится. Всегда сюда хожу. Рядышком тут более работает. Здесь нам нравится. Все какие-то молоко. У меня муж болеет с сахарным диабетом. Приезжаем специально за кефиром, за безжиренным. Потому что нельзя. Ну, себе-то, конечно, я повкуснее беру. Молоко берем и масло. Трудности Минусинского комбината также характерны для всех предприятий переработки продукции в крае. Это и ремонт импортного оборудования, подорожавший после девальвации рубля. Да, и сложная конкуренция с дешевыми и далеко не всегда натуральными аналогами молочных продуктов на прилавках. Но сейчас именно перерабатывающим предприятиям государство будет оказывать приоритетную помощь. Средства на это уже выделены из федерального бюджета. Но подробнее об этом в следующих сериях нашего проекта. А далее мы отправимся на предприятие, где производят свинину практически без сала. Оказывается, есть и такая. На самую современную и технологичную фирму в России. Об этом завтра в специальном проекте «Наша еда».